Смоленская АЭС 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 Сможет выработать более 90 миллиардов киловатт-часов. Смоленская АЭС 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 Их потом переработают в новые вещи. Мы не будем выбрасывать батарейки на улицу, чтобы не вредить природе и животным. В батарейке находятся токсичные вещества, как ртуть, свинец и другие вредные вещества. Я не буду выкидывать батарейки на природу, а сдавать их в специализированные места. Давайте будем беречь природы и животных и будем складывать батарейки в определенные места. 13 декабря состоялся турнир школьной лиги «Предметный разговор» по игре «Что, где, когда», в котором приняли участие обучающиеся образовательных учреждений города Десногорска. Организаторами турнира выступили молодые атомщики Смоленской АЭС и интеллектуальный клуб 3000-х при поддержке администрации и профсоюза Смоленской АЭС. Игра сегодня первая, но хотелось бы, чтобы игра в таком формате стала добрым традицией, а количество команд только росло. Принять участие в первом школьном турнире решились 13 команд. Радует то, что их сегодня в пятницу 13-е собралось ровно 13. Я думаю, что это положительный знак, хороший, с которого можно начинать наши игры. Сюрпризом для школьников стала команда номер 14 под названием «Люди Икс», которая состояла из педагогов и неоднократных призеров взрослой версии турнира. Взрослые играли вне зачета. Игра проходила по стандартным правилам спортивной игры «Что, где, когда» и состояла из четырех туров. Каждый тур включал в себя 10 вопросов и делился на полутуры по 5 вопросов каждый. Вопросы разработал и составил начальник лаборатории отдела технической диагностики Смоленской АЭС, представитель интеллектуального клуба 3000-х Дмитрий Козырев. Он же и провел игру. Победителем первого турнира школьной лиги и хранителем переходящего кубка «Интерная сова» стала команда «Неон» – школа номер 4, на втором месте команда «Мозговики» – сборная дома детского творчества. Третье место – команда школы номер 2 – несколько хороших людей. Команды показали высокий уровень знаний. Так судьбу третьего места решил завершающий игру вопрос номер 40, а команда, занявшая первое место, уступила взрослым всего лишь три правильных ответа. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok